Образовательный скандал в Алматинской области, в селе Айте, местная школа превратилась в заброшенный объект. Хотя его возвели в 2008 году, но с появлением нового учебного заведения о старой школе забыли. Теперь вместо учащихся в неохраняемом здании обитают бездомные и животные. В этом убедилась и наша съемочная группа. Репортаж Дамира Анитова. Стены некогда заполнены учениками школы в огромных трещинах. Раньше местные жители водили сюда своих детей, а теперь обходят заброшенный храм знаний стороной, так как в здании поселились бомжи и бродящие животные, сетуют люди. Боюсь отпускать детей одних, поэтому провожаю их лично. Почему-то ворота открыты, любой желающий может проникнуть на территорию этого страшного места. Дети же могут из любопытства здесь играть и не дай бог порезаться или упасть. Кроме того, здесь постоянно ходят подозрительные люди. Опасения сельчан вполне оправданы. В подвале школы полно мусора, как на всей прилегающей территории. Неизвестно, зачем-то выбили практически все стекла экс-учреждения. И хоть парадный вход и боковые двери закрыты, однако можно наблюдать вот такие вот выбитые полностью стекла, где можно проникнуть вовнутрь. И мы попытаемся, думаю, никто не будет против, так как на территории нет охраны. Это школа будто из хоррор-фильмов. Стены потресканы, все подчернело, окна выбиты. И тут царит зловещая тишина, где должен был быть детский смех. В кабинетах образовательного учреждения нет смесителей, раковин и даже жалюзи. Местные полагают, что в объекте побывали вандалы. А здесь, судя по маленьким шкафчикам с изображениями фруктов и животных, а также по этой обгоревшей кепке, кажется, что это был детский мини-центр при школе или же детский сад. И, судя по всему, здесь произошел пожар. Как видите, здесь все обгорело, вокруг пепел. Жители села недоумевают, как школа, построенная в 2008 году, стала заброшенной. Дать вразумительного ответа в районном отделе образования не смогли, сообщив, что объект не признан аварийным. Школа не признана аварийной. В 2020 году мы перевели всех детей в новую школу, так как в прежней было слишком много учащихся и был риск перехода на трех или четырех сменку. Почему мы сейчас не используем обе школы? Потому что родители хотят, чтобы их дети учились в новом помещении. Сколько денег было выделено на строительство старой школы, мы сказать не можем. В будущем пока заброшенную школу могут реконструировать или снести. Решение должны принять члены специальной областной комиссии. Дамир Анитов, Медеца Матола, телеканал Алматы, Алматинская область.